Здравствуйте, я Анна Касаткина и вы смотрите финансовые новости от компании Инстафорекс. Пятый месяц подряд деловая активность в Китае растет, но не так активно, как ожидало большинство экспертов. Показатель в апреле вырос всего на 0,2 пункта, тогда как аналитики прогнозировали подъем аж на 0,5 пункта. Такой слабый рост сигнализирует о снижении темпов роста китайской экономики. Ожидается, что к концу года прирост ВВП составит всего 7,5%. Также растет деловая активность в промышленном секторе Соединенных Штатов. Здесь реальное значение индекса превысило ожидания аналитиков на 0,4 пункта и составило 53,4 пункта. Не удалось предсказать и показатель Великобритании. Здесь деловая активность резко приблизилась к расчетному уровню в 50 пунктов, являющимся границей между сигналами роста и падения экономики. Индекс PMI снизился к отметке в 50,5 пункта. Британский фунт потерял на новости 30 центов США, но вскоре снова вернулся на прежние позиции, укрепившись на уровне в 1 доллар 62,2 цента. В последнее время британский фунт демонстрирует восходящее движение, что вряд ли поспособствует благоприятному выходу из рецессии экономики Великобритании. Теперь Банку Англии помимо инфляционных рисков следует учитывать также и завышенный курс национальной валюты в определении дальнейшего пути денежно-кредитной политики. Следите за новостями из мира финансов вместе с компанией Инстафорекс. До свидания.